Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алиева Марина Васильевна. Сегодня мы продолжаем знакомство с зарубежной литературой и познакомимся с новым для вас писателем, Марком Твеном. Сэн Клеменс родился 30 ноября 1835 года в маленьком городке Флорида, штат Миссури, США. Затем семья переехала в город Ганима, жителей которого позже он описал в своих произведениях. Отправляемся в Амирику, начало XIX века, в город Ганима, расположенный на знаменитой реке Миссисипи. В те годы город только начинал заселяться. Он располагается на берегу Миссисипи, огромной судоходной реки. Здесь вместе со своими сверстниками сын проводил время в играх и проказах, купался в Миссисипи. Когда по ней ходили вот такие колесные пароходы. И каждый мальчишка этого города мечтал стать капитаном парохода. Отец Сэма был провинциальным адвокатом. Именно здесь жила семья судьи Клеменца. Белое здание – это бывший офис отца Марка Твена, Джона Клеменца. Здесь располагается в данном месте лекарственная лавка. Миссис Клеменца, мама Сэма, была хрупкой, но сильной духом женщины. Она прожила долгую жизнь и умерла на 87-м году жизни. Но детство Сэма Клеменца кончилось очень рано. Ему было только 12 лет, когда умер его отец. И ему вместе с братом пришлось заботиться о содержании семьи. Будущий писатель изучил профессию наборщика. Он был лоцманом, служил солдатом. В 1851 году, в 15 лет, он получил работу печатника. А иногда даже писал и редактировал небольшие заметки в газете «Ганнибал Вестер Юнион», принадлежащие его брату Олену. В своих произведениях он стремился отображать правду жизни, то, что он сам выстрадал и пережил. Он исколесил всю страну вдоль и поперек. Много лет общался с бродячими рабочими, с матросами на миссисейбе, был золотоискателем. Именно в это время наступил великий переворот в его судьбе. Сидя у костров после трудового дня, золотоискатели любили рассказывать друг другу разные истории, чаще всего смешные. Одну из таких историй Клеймин записал и напечатал в местной газете. Это был не просто рассказ, это было чудо веселости и остроумия. Стало ясно, что Клейминс одарен большим писательским талантом. Его пригласили сотрудничать в местной газете. Тогда же не родилось его новое литературное имя – псевдоним Марк Твен. Марк Твен – старое выражение судоводителей с миссисипи. Марк Твен – это означает «Нерка-2», кричит матрос, измерив глубину и убедившись, что глубина позволяет судну и пройти. Марк Твен оставил потомкам замечательные произведения, такие как «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекель-Беррифина», «Принц и нищий», «Таинственный знакомец» и другие. Произведения Марка Твена в течение многих лет привлекали внимание всей страны. Он стал любительцем своих соотечественников. Скоро от Твен устали и в других странах. Его книги перевели на многие языки. Повесть «Приключения Тома Сойера» была написана в 1876 году, но ее до сих пор с удовольствием читают дети в разных странах. По этой повести сняты художественные фильмы. А сейчас я предлагаю вашему вниманию отрывок из кинофильма, снятого по мотивам повести «Приключения Тома Сойера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Правая руля. КОНЕЦ Приятель, друг, как скучно, да? Я тут купаться иду. Идём со мной? Что это я? Том Сойер любит работать. Кто сказал работа? А что, торчать здесь и красить забор? Не работа, по-твоему? Может, да. Я не знаю. Знаю, что мне это по душе. Да ладно тебе, Том Сойер, перестань. Ты серьёзно заливаешь мне, что тебе это нравится? Хочешь верь, хочешь нет, а мне нравится. Ты что, можешь красить заборы каждый день? Да ты просто не представляешь, как это классно. Просто высший класс. Том, мой самый лучший друг. А можешь дать и мне попробовать покрасить? Нет, Бен, дружище. Тёте Поли очень важно, как оно будет сделано и, главное, кем. Она гордится своим забором. Это кропотливая работа. А этот забор – просто реликвия. Покрасить его можно доверить одному из тысячи. Может, даже двух тысяч. Хватит болтать. Кисточку дай, я дам тебе своё яблоко. Идёт? Слушай, Бен, что это за обмен яблока на целый забор? Ладно, я дам свою рубашку. Нет, Бен, не хочу я твою рубашку. Зачем мне рубашка? Давай, Том, сэр. Я сделаю тебе предложение, от которого ты отказаться не сможешь. Я знаю, тебе нравится мой пружинный нож. Знаешь что, Том, сэр? Я отдам тебе мой нож. Вот так. Хорошее предложение. Давай. Спасибо. Ничего так. Да, очень ничего. После того, как он провёл Бена, Том ухитрился получить набор мраморных шариков от Билли Тэтчера. Да. К ним присоединился Джон Миллер. За свою губную гармошку. Да. И пошло-поехало. Сам того не подозревая. Давай. Том выучил важный закон. Нет. Когда дело касается обмена и торговли, чтобы усилить желание человека что-то приобрести, надо всего лишь сделать объект желаний труднодостижимым. Именно так начинались весёлые приключения Тома Сойера. Из детских воспоминаний на странице произведений Марка Твена перешли многие реальные события из детства. В предисловии книги о Томе Сойере Марк Твен писал, «Большинство приключений, списанных в этой книге, происходило вза правду. Два-три произошло со мной, остальные со школьными моими товарищами». Под именем Тома Сойера описано сразу трое неразличных приятелей. Неизменные участники игр, пиратов и благородных разбойников. Это, первое, сам юный озорник Сэмюон Клейминс. Это он напоил кота лекарством. Это он приносил домой ужей и летучих мышей. Школьный товарищ Сэма Уилли Волан был вторым персонажем. И третий, большой проказник Томас Сойер Спиллер. Образ Бекки Тейчер был списан с Лаурой Хоккинс, которая жила по соседству с Сэмом. Ее дом и ныне привлекает внимание туристов, приезжающих на родину великого писателя. Гекфин – точный портрет Тома Бленкеншипа. Он жил в полуразваленной лачуге на окраине города. Частенько голодал, ходил в лохмотьях и иногда ночевал под открытым небом. Но это ему нравилось. Он презирал гнусные и душные дома. Лачуга родителя Гекофина не сохранилась. Ее снесли в 40-х годах XX века. Однако на ее месте стоит мемориальная доска. Младший брат Тома – Тихоня и Яддасит. Это Генри, младший брат Сэма Клеменца. Он никогда не доставлял никаких хлопот взрослым, в отличие от неистащимого на выдумке проказника Сэма. Строгая тетушка Поли списана с матери Марка Двена – Оливи Клеменца. А этот самый легендарный забор, покраску которого хитрец Том Сойер поручил окрестным ребятам, да еще подзаработал на этом. Этот забор вошел в один фрагмент из фильма, как Том Сойер лодка провернул это дело. Том Сойер и Геккель Берифин – это бессмертные герои Марка Двена. В городке Ганнибал до сих пор ежегодно проходят Дни Тома Сойера. Здесь твынковские чтения, ярмарка, потешные соревнования в волейбол в грязи, состязания детворы на самую резвую лягушку, забеги в мешках для девочек. Но гвоздь программы, конечно же, соревнования по крашению забора. Участникам должно быть не менее 8 и не более 30 лет. Когда писателя не стало, его близкий друг Уилбер Несбетт сказал на похоронах, «Единственное горе, которое Марк Твен причинил миру, это то, что он умер». Умер Марк Твен 21 апреля 1910 года от стенокардии. В городе Ганнибал, штат Миссури, сохранился дом, в котором мальчишка играл Сент-Клеменс, и пещеры, которые он исследовал в детстве, и которые потом были описаны в знаменитых приключениях Тома Сойера. Туда теперь приходят туристы. Дом Марка Твена в Харварде превращен в его личный музей и объявлен в США национальным историческим достоянием. А теперь давайте подведем итоги нашего урока. Давайте ответим на несколько вопросов. С каким произведением мы сегодня познакомились? Это приключения Тома Сойера. Хорошо. А что же можем мы сказать о Томе? Какой он? Том веселый. Он умеет хитрить. Он может заинтересовать собой. Еще вопрос. Кто был прототипом Тома Сойера? Вспомните. Под именем Тома Сойера описаны сразу трое неразличных приятелей Сэма Клейминса и он сам. А кто был прототипом Бекки Тейнчер? Правильно. Соседка Сэма Клейминса, Лаура Хокинс. Я надеюсь, вы ответили правильно на вопросы. Молодцы, ребята. Домашнее задание. Каждый выберет себе по душе. Я предлагаю несколько вариантов. Прочитать любой фрагмент приключения Тома Сойера. Еще раз попрошу подобрать как можно больше прилагательных, определяющих нашего героя. Том какой веселый, смешной, а какой еще. Обязательно нужно поработать по учебнику. Нужно прочитать отрывок из произведения, из нашего учебника и ответить на вопросы в конце произведения. Ну а тем, кого больше заинтересовали приключения неунывающего Тома, предлагаю прочитать всю повесть Марка Твена «Том Сойера». Спасибо за внимание. До свидания, ребята. Продолжение следует...